У нас есть небольшой багаж сказок на курском диалекте, в котором бабушка, как они разговаривали. Также мы постарались выучить эти сказки, и вот хотим вам рассказать. И шел Господь и Петр, поедут на коляся по шляху, Стоит у поля яблонька, а под яблонькою ляжет мужчина, Здоровый, солидную все лодырь, мужчина. И ляжет и каже, яблочко, яблочко, упай, не урод. Ну Господь и каже, Петро, подай ему яблочко. Ну Петро подал тому яблочко, от его ноги в воде, И он ему каже, кабы мне кто водицы дал. Ну Господь Петру так каже, Петро, подай ему воды. Ну Петро подал воды, они ж сели, поехали. Едуть по полю, едуть, глядять у поля девка робить. Подержать к ней, здравствуй, красавица, Бог, помощь, она, спасибо. А у тебя не мог, красавицы, водички попить? Ну она, знаешь, нет, есть. Ну побегала тогда, тогда шо, деревянные быщатки были, Приносим водицы, они ж попили, поблагодарили ей, Она им сказала спасибо, ну и поехали. Она ж не знала, шо, то Господь, апостол были. Она ж думала, ну, едуть, путники, усё. Отъехали от ей. А Петро-то Господай спрашивает. Господи, где то этой девке, а будя пара? А Господь ей отвечает. А где ей пара? Ее пара то, шо под ябленькую ложить. А Катро удивился и спрашивает. Господи, за что? А Господь ему на то отвечает. Если свисты таких обоих, Реанила как то, шо под ябленькую ложить, Они обои с голода помрут. А если свисты таких обоих, Реанила как она, Они богато заживут и про Бога забудут. А то она будет робеть, Его кормить и Бога помнить.